Души, души истины, и живи с детства, и вся исполняет сокровища благих. И в жизни подателю прийди, и селися мы, и очистены от всяких скверных. И спаси даже души наши, слава Своей Сыну и Святому Духу и ныне, и блесна и до веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови нас Господи, и на это я даю Твое Слово, чтобы оно запечатлелось в жизни наших поступков и словах. Аминь. Глава 27. Деяние. Продолжаем разбирать. Так, может кому-то дать? Возьмите. Деяние, открывайте. А ну, может, вот это зрение есть? А, не увидите, да? Ну ладно тогда. Деяние 27. Продолжаем. С Божьей помощью разбирать подтолкование. Все, Роболизм? Можно? Первый, третий стих. Слова писали. Чего вы сейчас читали? 27 глава. Деяние. Слушай. Не наоткрыла? Нет, еще. Да я взяла и думала. Просто слушай. Да нет. Слушай, ты. 27. С первого по третьих стих. Будем внимательны. Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику августового полка именем Юлию. Мы взошли на драматический корабль и отправились, намереваясь плыть около осийских мест. С нами был Аристарх, македонянин и фессалоники. На другой день приставят Сидону Юлий, поступая с Павлом, человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Толкование. С пользой присутствует Аристарх и сопутствует Павлу, так как имеет возвестить в Македонии ибо всем. Что случилось с Павлом? Да естественно было вести и поддерживать Павла, угнетенного узами и страхом. Посмотри, как писатель не скрывает и того, что Павел нуждался в попечении о себе. То есть, Господь дает свободу немножко Павлу, даже в узах. Четвертый, восьмой стих, слова Писания. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и переплыв море против Килыкея и Пампилии, прибыли в Мире Ликийский. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно, плавая многие дни и едва поронявшись к Нидам, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись трудом мимо него, прибыли в одному месту, называемую Хорошая Кристань, близ которого был город Лосея. Толкование. Корабль, говорит Александрийский. Вероятно, и они отправились в Азию, чтобы возвестить о том, что случилось с Павлом, как Аристар в Македонию. Вот небольшие такие комментарии, чтобы толкование. Девятый-десятый стих. Слова Писания. Но как пришло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с отруднением, и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Толкование. Думаю, говорит здесь о посте и уидейском, так как Павел отправился много времени спустя после Пятидесятницы. Так что в пределы Крита прибыл почти к зиме, но чтобы показать, что он не пророчествует, а говорит по догадке, выражается так, вижу, выделено. Потому что ему не тот час поверили бы, и в том случае, если бы он сказал это, как пророк. Ну кто мог ему поверить, если даже он не сказал, что беда будет у нас впереди? Конечно, могли бы и не поверить. То есть он как бы так, да, предупредил, а потом события мы увидим, как и случится, он их предупреждал. Но они и слушать не хотели. Кто такой узник? 11 и 13 их словарь Саня. Но сотник более доверял Хорничу и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойдя до Финника, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северно-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, поплыли, и поплыли поблизости Крита. Сотник сделал это в том предложении, что скорее следует послушать людей опытных в плавании, чем пассажира, неопытного в этом деле. Таким образом, это была ошибка ума, а не судьбы. Но ведь и сейчас так же в жизни. Ведь действительно, если он плавал много лет, и я вот зайду на корабль, да? Действительно, кого больше мы слушаем? Конечно, будет тот, кто плавал много, и имеет какой-то опыт. А он сказал, ну, ничего, переплывем и доберемся, ничего с нами не случится. А Павел уже был открыт Господом, что будет затруднение по нашему плаванию. И вот 14-33 стих слова Писания. Но скоро поднялся против него ветер, бурный, называемый Эвроклитом. Корабль схватил атак, что он не мог противиться ветру. И мы и носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали употреблять в пособии и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного выливания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго они ели, то Павел, встав посреди них, сказал, мужик, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и не избежали бы сих закрудений и вреда. Так, теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и я, и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесарем, и вот Бог даровал тебе всех плывших с тобой, посему ободритесь, мужик, ибо я верю в Богу, так будет так, как не сказано. Нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров. В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адритическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какому-то земле, и, вымерев глубину, нашли двадцать сажен. Потом на небольшом расстоянии, вымерев опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спустили на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа. Павел сказал сотнику и воину, «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, «Сегодня четырнадцатый день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего». Вот представьте, две недели не вкушая. Толкование сейчас прочитаю. Толкование. «После столь продолжительной бури не с укоризною вращаться к ним, но желает, чтобы на будущее время они верили ему. И то, что случилось, представляет как свидетельство истинности того, что сказано было им». То есть теперь вы сами убедились, что это так и происходило, как я вам предсказывал. «Потом предсказывают две вещи, именно, что корабль погибнет, а находившиеся на нем спасутся, и что они будут выброшены на остров. Вот если бы не Павел, то все находившиеся в корабле должны были бы погибнуть». Итак, души Бог даровал Павлу, а корабль совсем, находившийся на нем, погиб. Таким образом, нечестивый спасается в этот раз ради праведника. Бывает так же, когда и преждевременный нечестивый гибнет от своего нечестия. Как говорит Эккорисиас, «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Это 7 глава, 18 стих славы Александра. Бог устроил, что Павлу сначала не верили, чтобы поверили ему, поверив его словам, опытам. Что и случилось. Посмотри, сотник верит Павлу так, что позволяет погубить лоб. Корабельщики же еще не верили, но поверили после, так как люди это мало развито. Вот такое толкование. 304-39 стих, слова Писания. «Потому прошу вас принять пищу, и это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волость головы. Сказав это, и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми, и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытивши же пищей стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земляне узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отходий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. Толкование. Что Павел начал есть, так это для того, чтобы не умереть с головы. Бога же благодарил за случившемуся. Говорит же, самое научает чин и эвхалистии. Благодарим Тебя, Боже, я как удостоил нас еси. Видите? 14 дней не принимать пищу, это тоже уже много. Если ты принимаешь воду, без воды, там будет уже тяжело. А вот с водой, когда уже организм там перестраивается, там уже перестраивается, и уже он, если воду принимаешь, то он еще продержится. Ничего страшного. Ну, проходите. Свечку поставь? Да, свечки надо. Вот иди. Пойди. 40-й, 44-й стих словописания. Ну, и попутно послушайте слово Можего. И, подняв якоря, пошли по морю и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу, попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивала сильные волны. Войны согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения и велел, имеющим плаву, первым броситься и выйти на землю. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. И таким образом все спаслись на земле. Видите, Господь как промыслительно все делает, и все спаслись. Оттолкование на это стих. Ослабили, привязи, когда настал день. Днем же снимаются икра, чтобы бывшие на нем не погибли от страха и чтобы видели исполнение пророчества. Следует заметить, что убивают кого-нибудь, ведь добровольный, и судьба не может воспрепятствовать совершению убийства. Так вот, добровольно решаются на дело убийства воины и приступают к нему. Однако же послушавшись сотника снова и так же добровольно оставляют свое намерение. Им можно было не послушать сотника, так как их было много, и на их стороне были силы, на воля и свободное желание и делать то, что хотят, и не делать того, чего не хотят. Все, как предсказал апостол Павел, так и случилось. Все остались живы, все спаслись. И теперь мы сейчас еще одну голову раздрем, и мы увидим на какой унии остров по воду. И что случилось с ним дальше? Да, глава 28, с 1 по 5 стих. Спавший, спавший, скажи, бывший, а с Павлом узнали, что остров называется Мелик, и на племенники оказали нам немало человеколюбия, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его, и на племеннике, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу, верный этот человек убийца, когда его, спавшийся от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого бреда. Толкование. Когда Павел собирал хворост, ехидна упусила руку и не причинила ему никакого бреда, потому что святой муж был совершителем веры. Пустив жалую руку апостола и не нашедши в ней греховной язвы, ехидна в тот час отскочила и бросилась в огонь, как бы ища наказание себя самой. Мы же боимся зверей, так как не имеем все оружие добродетели. Смотри, естественно, суждение полно праведности и увырова не просто осуждает, но с чувством сострадания переговаривает между собой. То есть действительно это змея, вот это яд этой змеи действительно приводит человека быстро к смерти. Вот если бы она укусила, то любой бы человек конечно в мгновение в скором умирает. это такой яд сильный. Но это попущение в Господа опять же мы видим. Да, и дальше мы это сейчас видим. вот это шестой стих говорит о том. Они ожидали было, что у него будет воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но ожидают долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Видя такое чудо. Да, видите, как быстро меняется мнение человека. Толкование. чудо обнаружилось не вдруг, но люди несколько временем ожидают его. Несколько временем ожидают его. Таким образом, явление это не было обманом или простой ловкостью. Так как имели обычай всякого, кто сделает что-либо необыкновенное называть Богом. Подобно тому, как древние называли Богами тех, кто физическую или силу как Герак совершал более великие подвиги, чем его современники или сводил зрителей с ума искусством магии как Симон Самари. То есть их сразу возвеличивали. Понимаете? Если что-то сверх делают побольше, чем обычные люди, то их сразу поднимали. Седьмой десятый стих слов Апсанин. Около того места были поместья начальника острова именем Углия. Он принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Углия лежал, страдая горячкою и боли в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После сего события и прочее на острове имевшие болезни приходили и были исцеляемы и оказывали нам много почестей и при отъезде снабдили нужным. Толкование. Публичный был человек гостеприимный, потому что принял их, не зная ничего об них, а только по состраданию к их участию. и дал покой двухстам восьмидесяти человекам, видел в этом кожу для себя. Дизентерия, болезнь трудно излечимая, исцеленная Павлом обратила к вере многих. Иной раз человеку нужно исцелиться. И это исцеление поверет ему к вере. А многие из нас не дойдет даже исцеление. И как ему верят? Может болезнь спасается. Или оставляет Господь болезнь для того, чтобы еще проверить веру. Как он будет? Останется благодарение воздавать Господу. А может уже и ропот пойдет. Но все, что не делает Господь на нашем пути, мы должны понимать, что это для его славы. И его благодарить надо за все. Потому что каждому, еще раз повторимся, что каждому он крест дает по силам. Если Бог попустил это случиться с тобой, значит терпи, переноси, переноси, благодари. Святые отцы говорят, если есть возможность, допустим, враги наступают, можно уйти. Можно уйти. Другое место переместиться. Избежать этой участии. Никто не запрещает. Но если попался, терпи. Попущи не может. Терпи, терпи. И все. Дальше идет. 11-14 слов описания. Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диаскуру, зимовавшем на том острове. И приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригею. И как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путио, где нашли братьев и были отпущены, опрошены, упрошены прибыть у них семь дней, а потом пошли в Рим толковать. Почти всегда, особенно на кораблях Александрийских, было обычно делать такие изображения около носа корабля справа и слева. А так как при тогдашнем господстве и до услужения изображены были вероятно на этом корабле гигаскуры, то отсюда заключение, что корабельщиком на нем был иноземец и идолопоплонник. Понимаете? Гладил этим кораблем. 15-16 стих слов Александр. Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Апеевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его толкованием. Обозначают некоторые местности перед Римом. Первое, что есть Апиевторг, это местность, где находилась статуя Апия. От этого верятна местность и называемый торгом, или площадью, площадью перед статуей. Под коробничницами таверны разумеют гостиницы или шимки, называемые как-то по-римски. Но это то место, где они собирались в то время. 17-18 стих, слова описания. «Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, «Мужи, братья, не сделав ничего против народа или отчетельских обычаев, я, Бузов, из Иерусалима предан в руки римлян. Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины достойной смерти». Толкование. «Хотя и сотворил столько чудес Павел, однако же получил большее дерзновение от того, что увидел братья. Отсюда мы узнаем, что по-человечески принимал и утешение, и противоположное отношение к нему. Павел был уважаем настолько, что ему дозволено было пребывать отдельно, так как если до сих пор сотник относился к нему благосклонно, то гораздо более теперь с облетающим его воинов, что предотвратить возможность новых лов против Павла. Так что воин не за ним наблюдал, а за тем, чтобы не было с ним какой-либо неприятности». то есть ему действительно уже Господь дарил такую свободу, что уже даже поставили ему охрану суть. Наоборот, его уже охраняли, чтобы с ним не случилось ничего. 19-20 стих. «Но так как иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем, не с тем, чтобы обвинить в чем-нибудь мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилу обложен я этим узами». Так как Павел знал, что совершенно неуместно было судиться, особенно у человека неверующего, то защищать себя с той и с другой стороны. Именно, что он поступил не против закона, а напротив сам заверенно несправедливо осужден иудеями, и что не по своей воле назвал кесаря, а потому, что сами иудеи дали ему так тому повод, так как не за блага рассудили не судить меня по закону церкви, не подчиниться законному имению властей. Власти хотели отпустить меня. Не отпустили же, потому, что иудеи воспротивились этому, чтобы обвинить иудея, то есть сделать то, что назвал кесаря. Вопрос. Нет, говорит, чтобы избежать опасности иудея. Писание, писаниями предоставлена иудеям одна надежда. Христос, проповедуя которую, я и очутился в этом состоянии узника. То есть всему вину Христос воскресший, что иудеи не принимали. Игнать Тихович говорит тут, священное Писание имеет такую удивительную силу, что сказанное в далекой древности другому народу по другому случае может так же тысячекратно повторяться с такой же силой и в другой эпохе. 1 Коринфян 10 глава 6 11 стих слова Писания А это было образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с нами как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Знать Священное Писание, исследовать его, то есть заниматься тем, чему призвал спаситель своих последователей, означает уметь любить место Писания, применять конкретно сегодняшние ситуации, чтобы Слово Божие было живо и действенно. Писаниями предоставлена и нам одна надежда, Христос проповедуя, которую мы эту надежду делаем, не постыдной, действенной, которая нас не посранит, с кем бы мы и не беседовали о спасении. Но если у нашего собеседника нет авторитета Писания, как непререкаемого авторитета, выше которого не к кому оперировать, то этот собеседник не может приблизиться через нашу беседу к познанию истины. Хотя бы мы открывали ему в самом чистом виде. Если мы сами не посвящены, то мы не можем посвящены? Нет, если для нас, допустим, мы с тобой разбиваем и открываем между нами с тобой Библию. Вот веришь к этой Библии. Доверяешь? Вот. Давай сейчас будем руководствоваться вот этой священным словом, которое будет нас судить. И тебе давай будем разбирать любой вопрос, который тебя волнует. И мы разбираем свете Библии. Как ты понимаешь и как я понимаю, допустим. Ну а как будет Писание? И вот в этом дело было. А вот Слово Божие у нас куча так. А если для тебя авторитет, а для меня не авторитет. И ты говоришь, а вот Писание уже так говорит. А он не верит. А я не верю. Нет, ты не докажешь никак. То есть я буду стоять на своем. А мы не можем сами не верить. А у нас не дано такое. Дано это Богу. Это только Бог может. Да, только Бог может. Почему я родным говорю, они не слышат. Не время. Не время. Родные должны пока быть не вери. Почему? Чтобы ты исправлялась. Исправишь же ты, потом придут верующие. Родные. Может быть. И тоже не факт. А то мы хотим всех исправить, а сами не хотим. С себя начинать. А с себя трудно начать. Лучше вот другие бы все исправились. А так тоже не было. Надо себя. То есть надо со смирением, конечно, если Бог приведет. Без смирения никто не спасется. Сам Господь говорит, только смиренно благоварь на него. неверующая время была. Безбожное время было. Советский Союз. Бабушка молилась. Сколько я говорила. Бабушка молилась. Со слезами. Плачет, стоит на коленках, плачет о нас. А я смеюсь. Я ребенком смеюсь еще. Мне интересно. А мне об этом никто не рассказывал. Я не знаю. Ничего не знаю. Ты помнишь так? Это потом мне уже отобразилось. Нет, это я помнил. А значение этого когда только я уверовал, я в ужас пришел. Да бабушка же молилась за нас. Как крепко молилась. У нас четверо. А Господь коснулся пока только меня. А как коснется их? А мне неведомо. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Итак, вера отслышания это Бог гордым противится. Это Рим Яков 4 6 или Петра 1 5 5 Ну а там дальше сказано еще вот Бог гордым противится. И вот чтобы услышать надо услышать голос Господа. А это послание евреям Римлянам 10 17 Это вера отслышания отслышания от Слова Божьего. То есть чтобы я услышал о Христе о спасении о изменении своей жизни мне Господь дал посылать мне на моем пути тех людей которые говорили уже о Боге. я могу их услышать и стать исполнять волю Божью. Или услышать и пройти дальше своей дорогой. Мы же все в свободе с вами. Вот вы услышали и остановились и задумались. А ведь многие с вами рядом живут которые это же слышали но прошли своей дорогой и занимаются своими делами до сих пор. Это Божий дар. Это моя соседка. Я купила Библию по ее пройду. Ну хоть пусть когда начнет. Пусть может она не читает. Ну мне так говорит что я читаю но я не проверю. И не надо проверять потому что совесть каждого. смотрите а может быть сегодня она не читает. Как сестра сегодня Этилина рассказывала помните ей кто-то дал из сектантов сколько лет лежала да лежала а потом нас откроют и главное открыла там где будет огонь всем тем суд открыла вот она лежала у меня на рабочей кабинете он лежит открою вот лежит видите и суд божий читает что эти пойдут в огонь вечный а эти пойдут в вечную вот так Господь открывается нам всем он ничего не скрывает от нас вот ничему не скрывает он предупреждает что будете без меня будете погибнете пойдете со мной я вам обещаю другое выбирайте время безбожное как вчера этот качок вчера я смотрела качок с молодыми беседой с пасук и он говорит время страшно безбожное хотя мы сейчас уже и строим храмы и вроде люди ходят но время мало искренне только и скажешь аминь поэтому мы живем и в болезнях и вот таких там пожары там наводнения там воины там уже хотят православие разделить это все вот давайте я сейчас дочитаю это главу и я тоже расскажу вчера было на благовестии юбилейном и там тоже интересно такое расскажу интересное событие вот это тридцатый 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 стих они какой мы закончили его эти молодец эфир 27 23 стих написано они сказали ему мы ни писем не получали о тебе из его не из приходящих братьев никто не из свистил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слушать о тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят. Толкование. Еще до прибытия Павла в Рим было внушено иудеям не принимать проповеди о Христе, и не только римским иудеям, но и всем иудеям по всей земле. Запрещено. Но откуда известный вопрос? В сочинениях древних писателей мы находим, что обитавшие во Иерусалиме священники, книжники и старцы, написав послание, разослали их по всем странам, живущим к ним иудеям. В этих посланиях они поносили учение Христова, как учение чуждое Богу, и убеждали не принимать его. Видите, как дело трудится? Исайя, 18 глава, 1-2 стих, словописание. Горе земле, осеняющей крыльями, по ту сторону реки Ефиопских, посылающей послов по морям и по первых судах по водам. Идите, быстрые послы, к народу крепкому и подругому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и всем попирающему, которого землю разрезают реки. Разрывают реки. Вот видите, как это было предсказание еще Исаия. Толкование. Этим означается, что нечестивый голос людей, населявших иудеев, разнесется на быстролетных кораблях за пределы земли Ефиопской и до последних концов земли, и что апостолы их, плавая по водам и приплывая учения о нашем Спасителе. И иудеев и до сих пор в убыче называть апостолами, то есть послами, повсу, послами, 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 вестниками лиц, разносящих окружные грамоты от их начальников. То есть ангел это тоже вестник. То есть он тоже возвещает Божие весть. Да. 23-24 Светлого Александра. Людей называли елестью. Но вот и они свидетельствуют, что Христос проповедуется всюду, хотя и не все принимают эту пробу, выделено. А некоторые из людей и еленов даже противодействуют ей. И найти здесь что-то до конца. Говорит немножко. Слово всюду не дошло до России, до православных. А если дошло, то только через сектантов. До нас дошло уставное богослужение и требы. Требы и уставное богослужение. Все. Сейчас про это я расскажу в конце. Когда мы пройдем до конца, я про это как раз и сегодня тоже расскажу вам. 25-26 стих. Слова Писания. Будучи же несоглажны между собой, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо Дух Святой сказал Отцам Нашим через пророка Исаию. Пойди к народу сему и скажи. Слухом услышите и не уразумеете. И очами смотреть будете и не увидите. Толкование. Наблюдая, как теперь иудеи строят кову против Павла. Иудеи они были как бы тиранами, а здесь даже по лицам и Павлам они ничего не смеливаются сказать против него, потому что делу о нем горе не представлялось уже их власти. Здесь Павел благовременно наносит поражение тем, которые утверждают, что Дух Святой – лицо служебное Отцу. Потому что называют Святого Духа Господним, сидящим на престоле высоком и превозносенным. 6.1. Так как Дух Святой единосущен Отцу и Сыну и имеет равную с Ним власть. Если Духа в нас нету, и мы не можем ничего сделать. Мы тоже ничего не сделаем. Без Духа мы мертвы должны были. Дух Святой был. 27.29 стих словописания. Ибо окрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. 28.1. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие, посланное язычникам, они и услышат. 29.1. Когда же Он сказал это? 30.1. Иудеи ушли. Много споря между собой. 30.1. Видите? Сказано спорье между собой. 31.1. Кто не знает истины, тот будет спорить. Помните, я Вам говорю? 31.1. Кто в истине, тот спорить не будет. 31.1. Он только скажет, и это идет. Сделали это, говорит, люди, зажавшие уши и закрывшие глаза, указывают на сильное нечестие и упорное отвращение этих людей. Говорится же это с тем, чтобы привлечь и расположить их, и чтобы показать, что если они обратятся, будут исцелены. Говорится это не в том смысле, будто Бог, хотящий всем спастись и в разум истины прийти, содействует тому, чтобы они не видели, будто ревнет о том, как бы они не услышали. Но мы привыкли так говорить о людях, которые удаляются и не хотят слышать слова Писания, спасения. Такой человек бежит и отворачивает уши, чтобы кто-нибудь не услышал слова, которые могло бы обратить его и удержать от зла. Ведь такие события и с нами, и с вами происходят. Вот многие, начинаем говорить кому-то, говорить о Христе, о спасении, о изменении своей жизни, о том, что ты во многих поступках неправильно поступаешь, не так, как говорит тебе великий Бог. Все, уходят, разворачиваются, времени нет, убегают, слушать не хотят. Ничего не сделаешь. Наша задача только святых помолиться. Вот как Ткачев говорит, даже в самой церкви, раз вот сейчас хотят раскол, это же какие, говорит, если там идет раскол, что-то безбожие, если у них нет Бога-то. Смирения нет. А я вот ей расколовую, пожалуйста, перестал разделить на киевскую, там, российскую, как-то, по-моему, Едилы, Христос, православие. Вот Запад хочет расколоть и победить православие, уничтожить православие, это страшно. Вот последние слова, деяния главы, у нас 8-й, 30-й, 31-й стих. И жил Павел целых два года на своем рождевении, и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царство Божие, и уча о Господе Иисусе Христе со всяким неразновением невозбранным. Павел действовал не так, как этот синопитц, геоген, который одевался в лохмоте и жил в бочке, который многих удивлял тем, в чем они не имели никакой нужды, а пользы не приводил никому. Павел ничего подобного не делал, потому что обращался в взоры не на человеколюбие. Напротив, Павел одевался со всевозможным приличием, жил постоянно в доме и показывал всяческое попечение приличий, которым упомянутый лиценник пренебрегал, нарушая его публично, живя невоздержанно и увлекаясь страстью к славе. Если кто вздумает искать причины обитания его в бочке, так никакой другой причины не найдет, кроме одного тщеславия. А Павел даже платил за помещение, какое занимало время. То есть он никому не старался просаждать, никого обременять. Он всегда старался за все заплатить. Понимаете? Вот закончилось, с Божьей помощью мы разобрали уже книгу деяния. С Божьей помощью. Дальше, если доживем на следующем воскресенье, уже будем послание изучать, тоже потолкование. Продолжим. Не вот вчера, а с Божьей помощью сходили мы на благовестие. И я расскажу такой интересный момент. Перед тем, как рассказывать, как обычно, мы представляемся, кто мы такие, с храма Серафия Мусоровского, христиане православные. И вот они слушали, слушали, я скажу немного, человек, наверное, десять было. Слушка. Только человек десять было. Да, или не лень. Но они уехали, автобус пришел и уехали куда-то там, у них как-то. Это запланировано было, да. Ну, неважно, десять человек пришло, слава Богу. И когда мы начали рассказывать, закончили уже, там одна сестра во Христе сидела православная, все, конечно, и она учитель литературы и русского языка. Грамотный человек, все, все понимает. И она в таком удивлении, когда я закончила, она в таком удивлении на меня смотрит. А вы, говорит, ну нет, точно православный. Такое удивление. Я говорю, так, а куда? А как нет, так? Что вас беспокоит так? Так вот вы, говорит, начали говорить проповедь. И все, стих, слова, книги, писание, где это написано, как сектанты, говорит, говорите. Они ходят там, из библии, стихи, вот эти, говорят, и все. И вот точно так же. Удивилась, да? Удивилась. Я говорю, а что вас беспокоит? Я говорю, ну давайте, говорю, чтобы вас успокоит, чтобы вы не волновались. Я говорю, давайте возьмите любое поздравление патриарха. Возьмите. С Рождеством, с Паской, когда он поздравляет. Или с другим каким-то мероприятием. Вот и посмотрите его. Возьмите в интернет, зайдите и откройте это поздравление. И вы найдете. Андрей, тебе не круто, там у батюшки есть. Много, да и вытащите какое-то поздравление. Все, я вам сейчас убежу, убежу вас, что я не обманывал. Я говорю, патриарх пишет. Книга, стих, глава, все так же. Я ничем не отличаюсь. Я говорю, вы на самом деле должны все это делать православные. Доносить Слово Божие. Рассказывать людям о Христе. Не сидеть, не спать. А идти. Ноги свои. Вот. И она согласилась в конце, говорит, да, а ведь мы православные действительно стыдимся, не ходим, не говорим. Вот и все. А не знаем, потому что веру свою не хотим знать до конца, какая она есть в нашей вере. Знания не хотим получать. Вот много ли нас тут сидели? Вот сидело больше изначально. Рождественские послания. Вот, пожалуйста. Рождественские послания, брат, выносит. Смотрите. Кирилла. Так, вся Руси Кирилла. Давайте, вот смотрите. Вот слова Писания сказаны. Вот брат может даже. Слава Вышне к Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Луки, 2 глава, 14 стих. Дальше, если идем там, читаем тоже, допустим. Словами Писания говорит, он говорит, где это. То есть он указывает, где человеку можно это найти. И прочитать. А не прочитать эту строку, допустим, что тут сказано в послании, в поздравлении. Но прочитать все.